Это Honda S2000 2000 года, и это настоящее наслаждение. В 2000-м, 25 лет назад, Honda решили выпустить свою версию классического спортивного родстера. Заднеприводный, двухместный, на механике, без крыши. Результат получился отличным. И до сих пор таким является. Спустя все эти годы, сегодня я собираюсь снять обзор с S2000, рассказать вам, что мне в ней нравится, и показать вам все ее фишки и особенности. Вы же помните жвачки Турбо? Я познакомился с крутыми ребятами, которые уже более 10 лет занимаются турбомашинами. M Customs Turbo помогут найти те самые автомобили с вкладышей жвачек Турбо. Кроме того, у ребят есть интересный YouTube-канал о том, как они ищут те самые машины Турбо. Больше информации о них в Телеграм-канале. Все ссылки есть в описании. Прежде чем я начну, важные новости. Это S2000 на данный момент выставлено на продажу на онлайн-аукционе на Chaos and Beats. Эта S2000 окрашена в великолепный красный цвет, проехала чуть больше 23 тысяч миль, и невероятно, но она не модифицирована, она может стать вашей на Chaos and Beats. Так что, как только вы закончите просмотр этого видео, кликните по ссылке в описании, чтобы перейти к онлайн-аукциону с этой S2000, поставить на нее и купить только на Chaos and Beats. Ладно, время для фишек и особенностей S2000. Начнем с краткого обзора. В течение 90-х в Японии было создано огромное множество фантастических спортивных машин. Одни из самых культовых спорткаров десятилетия появились в Японии, и также практически у каждого японского автопроизводителя был не менее фантастический суперкар начального уровня. Но с середины до конца 90-х эти машины начали уходить. Их отменяли по большей мере из-за экономической рецессии в Японии, но также из-за того, что все меньше людей были готовы платить 60 тысяч за Mitsubishi. Так что в 90-х Япония была главной по спортивным машинам, а затем к концу десятилетия все это было разрушено. А затем... Вот это. Honda S2000 вышла в 2000-м, чтобы напомнить миру о том, что Япония до сих пор выпускает фантастические спортивные машины. И это так, ведь они выпустили эту. S2000 продавались вплоть до 2009-го, но оригинальная S2000 из 2000-го была самой простой из них. Это S2000 в своей чистейшей форме. И я так говорю, поскольку оригинальная S2000 сзади пластиковое окно вместо стеклянного, как в версиях попозже. Она очень простая. В ней даже нет часов в салоне. В вашей машине вот есть часы, а в этой нет. В ней не было ничего лишнего. И эта машина 2000-го модельного года, чистейшей S2000. В прошлый раз я снимал S2000 CR, версия Club Racer, которая вышла в самом конце выпуска S2000. Еще я снимал S2000 из фильма «Форсаж». Но я не снимал обзоров на обычную S2000 уже почти 7 лет. И я никогда не снимал AP-1, оригинальную S2000. Люблю эту машину, и я решил, что пришло ее время. Так что давайте переходить к фишкам. Одна из первых фишек, что вы заметите в новой S2000, впервые забравшись внутрь и запустив машину, вы воспользуетесь обычным металлическим ключом и зажиганием. Но, повернув его, машина не заведется это, потому что в этой машине есть кнопка запуска. Она находится вот здесь, слева от руля. Это в дополнение к ключу, который вы должны вставить в зажигание. Эта кнопка добавляет один дополнительный шаг к запуску S2000. И в эпоху этой машины это была не редкость. Все думали, что кнопки запуска — это круто. Но еще не был придуман безключевой доступ. Машина не могла распознать, что вы внутри, так что во многих спорткарах из той эпохи, включая мой Ford GT, вам нужно было вставить ключ, повернуть его, а затем уже нажать кнопку. Следующее, что вы заметите, осмотрев этот салон, — здесь нет радио. S2000 была простой машиной, но в ней не было даже радио. На самом деле оно скрыто позади вот этой пластиковой панели. Нажмите вот сюда, эта панель откинется, и вот здесь находится головное устройство. Но это не самая прикольная часть в радио. Зацените, если вы хотите управлять радио с водительского места, то вы могли бы нажимать на кнопки на головном устройстве или отдельные регуляторы есть еще вот здесь, слева от руля, рядом с кнопкой запуска двигателя, что приводит нас к еще одной важной штуке насчет этого салона. Он задумывался как кокпит, полностью сосредоточенный на водителе. Это был спорткар для водителя и ни для кого больше. Пассажир — это додумка. Поэтому, как вы можете видеть, все в этом салоне направлено прямо на водителя. И легко для него доступно. И регуляторы стерео разместились там, чтобы вы с легкостью могли все настроить, особо не отрывая руку от руля. Если вы залетаете в поворот, вам будет неудобно тянуться вот сюда, удобнее будет быстро нажать, что надо и вернуться к вождению. Такова была задумка. И такая же ситуация с климат-контролем. Как видите, он находится прямо рядом с рулем, и среди регуляторов есть только основные. Здесь не будет широкого выбора из разных экранов и опций, парочка кнопок и пара крутилок, и все. Все задумывалось простым, незамысловатым и сосредоточенным на водителе. И вот еще один довольно забавный момент. Вот здесь изображена S2000. Вместо какой-то случайной машины это забавно, а в остальном тут ничего забавного. Эта машина была заточена на спорт, и это сразу же видно по ее салону. И затем переходим к приборной панели. И эта приборная панель уже стала знаменитой. Полностью цифровой дисплей. Такое нечасто встречалось в начале и середине нулевых. Так частенько делали в 80-е и в начале 90-х. Но это вернулось с S2000. С их цифровым тахометром, идущим поперек верхней части приборной панели, смотрится очень круто. По центру большая цифровая шкала скорости, и все остальное здесь тоже цифровое. Адометр, адометр поездки, температура двигателей, шкала топлива. Очень характерная приборная панель S2000. Вот одна интересная фишка этой панели. Кнопка вот здесь подписана Cell. Я так полагаю, это означает Select или Выбор. Нажмите и удерживайте, и это переключит приборную панель на километры. Мили превратятся в километры, а скорость превратится в километры в час. Это можно сделать простым нажатием на кнопку. Вот одна интересная вещь насчет S2000. Здесь все заточено на спортивное вождение. Но здесь было и несколько приятных удобств, связанных с комфортом, которых вы не ожидали. Притом, некоторые удобства, которых вы ожидали бы, от каждой машины здесь отсутствуют. Давайте сперва обсудим странные элементы комфорта, которые здесь есть. Во-первых, круиз-контроль. И это довольно неожиданно для машины, в которой нет часов. Забили на часы, но добавили круиз. Он включается вот этой странной кнопкой рядом с приборной панелью и настраивается с помощью вот этих кнопок и переключателей на руле. Так что в этой машине есть круиз-контроль. Вероятно, что более неожиданно, здесь есть автоматическая крыша-кабриолет. Во многих по-настоящему спортивных машинах для водителя крыша устанавливается вручную. Нужно потянуться за ней назад. Но не здесь. Здесь по центру есть переключатель, подписанный РУФ-крыша. Если надавить на него вперед, очевидно, крыша автоматически поднимется. Она довольно шустрая. И вот, как вы видите, она закрывается. Далее вам все же придется вручную пристегнуть крышу к лобовому. Такое часто встречается среди кабриолетов, особенно из этой эпохи. Ее нужно пристегнуть. Но все же большая часть этого процесса делается автоматически. Это хороший элемент комфорта, который вы, вероятно, не ожидали от машины для водителя. То же самое, чтобы ее убрать. Сначала надо открепить крышу от верхней части лобового, а затем нужно просто нажать на кнопку крыши в другом направлении. И крыша автоматически вернется назад. И... готово. Довольно простая система, но работает автоматически. Также стоит отметить, что с поднятой крыши станет видно вот это пластиковое окно. В поздних моделях S2000 они перешли на стеклянное заднее окно. И здесь можно понять, почему пластик начинает гнуться, становится мутным, через него не так уж и хорошо видно. Большинство людей, которые водят эти машины, делают это только в солнечные деньки, опустив крышу так, что это не так важно. Но в поздних S2000 это было улучшено. Ладно, при том, что в S2000 отсутствуют традиционные элементы комфорта, которые есть в большинстве машин, вероятно, самый лучший пример подобного – размещение отсеков для хранения в салоне. В этой машине с пассажирской стороны торпеда нет бардачка. Ладно. Еще здесь нет отсека на дверной панели. Внутри дверной панели нет кармана для кошелька или для каких-то других предметов, которые вы могли бы туда положить. Это уже немного более необычно. И центральный подлокотник на центральной консоли – это тоже не крышка, под которой расположился отсек. Три эти места являются самыми распространенными отсеками для хранения в машинах, и в S2000 их нет. Но это компенсирует отсеки в непривычных местах. На центральной консоли рядом с ручником находится вот эта пластиковая панель. Нажмите, и она открывается, чтобы явить как бы импровизированный держатель для стакана, но также это является небольшим отсеком для хранения. Прямо позади сидений, между спинками, находится вот этот отсек для хранения. Если открыть его за вот эту ручку, внутри вы обнаружите отсек для хранения. А кроме того, он запирающийся. Так что он послужит хорошей альтернативой вашему бардачку. Внутри этого отсека находится кнопка открытия багажника. Здесь она находится, и ее разместили здесь из-за того, что этот отсек можно запереть. Так что если вы решите передать машину парковщику или кому-то еще, кому вы не хотите доверять багажник, вы сможете все запереть, и они туда не залезут. Когда этот отсек открыт, у вас будет возможность добраться до еще одного скрытого отсека. Он находится вот здесь. Поднимите вот эту панель, и вместе с ней поднимется дефлектор ветра. И под ним еще больше места для вещей. Приятный скрытый отсек, в котором можно всякое хранить, и, вероятно, никто и никогда это не найдет, если только они не видели это видео. Еще одна интересная жертва в плане комфорта в С2000 в пассажирском ножном колодце, где находится довольно крупный бугор. Он там, и с ним придется иметь дело. Это будет частью опыта пассажира этой машины. Опять же, пассажир, в отличие от водителя, здесь не в приоритете. И это хороший пример подобного. Еще один хороший пример – ситуация с вентоотверстиями. У пассажира будет одно. Только одно вентоотверстие. У водителя два. Оба в водительском кокпите. Направлены на водителя, чтобы ему было максимально комфортно. У пассажира только одно. Есть пара вентоотверстий прямо над панелью радио, но они не двигаются. Их не получится куда-то направить, так что они не особо помогут. Пассажиру придется смириться с тем, что у него только одно вентоотверстие. Но, если подумать, то это логично. Здесь суть была не в комфорте. И не в том, чтобы пассажиру было очень комфортно. Вся суть была в характеристиках. Ну и давайте обсудим эти самые характеристики. Когда S2000 вышел в 2000-м, в нем был двухлитровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель с мощностью 240 лошадиных сил. Тогда это было очень много, намного больше, чем в Mazda Miata того времени. Это вроде как ближайший аналог этой машины. Но в ней всего 207 ньютон-метров крутящего момента. Когда эта машина вышла, мне было 12 лет. И тогда я сидел на всех автомобильных форумах в интернете. Врал про свой возраст. Само собой притворялся, что я старше, как и все мы. Но помню, что другие 12-14-летние ребята на форумах над этой машиной смеялись. Из-за крутящего момента. Он был довольно жалким на территории машин эконом-класса. И поскольку красная линия на тахометре начинается на 9000 оборотов из-за того, как этот двигатель был спроектирован, его нужно раскручивать на полную, чтобы добраться до всей его мощности и крутящего. Когда эта машина вышла, на нее из-за этого жаловались. Это была не просто быстрая машина. Она становилась быстрой только если очень сильно выжать газ и раскрутить двигатель на полную. Но кто мог бы захотеть ездить по городу на таких оборотах? И с годами, как я думаю, это стало частью шарма этой машины. Но в то время это критиковали. И Хонда на это отреагировали. Оригинальная S2000 с двухлитровым двигателем продавалась с 2000 по 2003. В четвертом они выпустили обновленный двигатель, который стал крупнее. 2,2 литра. А показатель крутящего вырос до 218 ньютон-метров. Это повышение на 11 ньютон-метров может показаться не таким уж и большим, но с более крупным двигателем и новой настройкой больше крутящего момента стало доступно на более низких оборотах, поэтому мощность в них подается немного быстрее и чуточку раньше. Как ответ на некоторые жалобы на ранние машины и то, как сильно нужно было раскручивать двигатель. В мире S2000 никогда не заканчиваются дебаты насчет того, какая версия лучше. AP1, вот эта машина-оригинал, или AP2, с ее увеличенным двигателем, который вышел позже. AP1 это S2000 в своей чистой форме, но AP2, возможно, покажется вам немного быстрее. Все зависит от ваших предпочтений. Вот такие дела. Что до самого двигателя, как видите, он установлен очень глубоко в моторный отсек. Большая часть двигателя находится позади передней оси, что превращает эту машину в среднемоторную, и, как вы могли понять, улучшается распределение веса. Даже хоть в S2000 и такой длинный капот, и длинный передок, двигатель сильно сдвинут назад, чтобы сделать эту машину более сбалансированной, что станет чрезвычайно очевидным в тот же момент, как только вы начнете управлять машину. Машина очень хорошо сбалансирована. И, к слову, также стоит отметить, что будь это AP1 или AP2, модель из начала нулевых или конца 2009-го, формула этой машины оставалась неизменно. Маленький размер, открытая крыша, два места, задний привод, механическая трансмиссия. Это никогда не менялось в течение всего выпуска этой машины. Ладно, раз уж мы говорим о фишках и особенностях снаружи, давайте обсудим шильдики. Единственный шильдик S2000 тот, что на крыле. Он находится на крыле с пассажирской стороны и на крыле с водительской стороны, но спереди или сзади шильдика S2000 нет. Само название S2000 имеет двойное значение. 2000 означает, что эта машина вышла в 2000 году, так что это вроде как в честь миллениума. Но, кроме того, это был трибют на более ранние спорткары Хонда, которые выходили в 50-х, 60-х и 70-х. Оригинальной была S500 с 500-кубовым двигателем. Примерно. Затем они выпустили S600 с 600-кубовым двигателем. И затем, спустя все эти десятилетия, S2000 вышла с двухлитровым двигателем. Кроме того, так совпало, что еще и год был двухтысячный, так что все идеально совпало. Так появилось название. Что до дизайна этой машины в целом, мне он всегда нравился. Это была чрезвычайно привлекательная машина с хорошими пропорциями, очень хорошо выглядела с каждого угла, очень простой и красивый дизайн, и он был значительно мускулистее и агрессивнее, чем Miata. S2000 была мощнее Miata, дороже, и, встретив такую на улице, все сразу понимали, что это серьезная тачка. Серьезнее Miata. И тогда и сейчас она считалась и считается более заточенной на водителя машиной, и дизайн одна из причин. Также стоит отметить диски. Чтобы вы не предпочитали AP-1 или AP-2, мне всегда больше нравились диски этой машины. Оригинальные диски AP-1. Как вы могли подумать, многие из этих S2000 были модифицированы. Люди заменяют и диски, но я всегда считал это ошибкой, всегда думал, что они отлично выглядят, и они до сих пор так выглядят почти 25 лет спустя. Что до задка, здесь есть несколько интересных вещей. Во-первых, фонари. Мне всегда нравилось, как они выглядят. Прозрачные линзы и красные стоп-сигналы внутри, или оранжевые поворотники, или белый фонарь заднего хода. Прозрачная линза скрывает позади обычные фонари, и это было очень круто, когда машина вышла, и до сих пор смотрится неплохо, и символизирует тот временной отрезок. Вот штука, которая мне сзади не нравится. Замочная скважина на багажнике. Ее налепили прямо посередине ничего. Глупо было делать ее такой заметной, тогда как ее можно было бы скрыть под шильдиком или что-то такое, но они не стали. Она всегда торчала прямо вот здесь, нарушая в остальном привлекательные очертания сзади. Что до самого багажника. В нем есть парочка интересных и стоящих обсуждений фишек. Очевидная фишка — вот этот горб в багажнике прямо посередине. Само собой, под ним находится запаска. Если его убрать, вы обнаружите запаску, но довольно забавный горб. Однако, несомненно, самая юмористичная вещь внутри багажника — слева, где находится вот эта сумка, на которой написано S2000. Интересно, что же там в этой сумке? Вытягиваем ее оттуда, и оказывается, что под ней находится CD-чейнджер. Эта сумка — это чехол для CD-чейнджера. И раз уж CD-чейнджер просто вот так болтался в багажнике, Хонда сделали вокруг него защитный каркас. И это сделано на заводе. На случай, если по багажнику будет что-то летать, никому не нужно, чтобы оно влетело в CD-чейнджер и сломало его. Поэтому у него здесь есть каркас безопасности, чтобы он оставался в безопасности. Если этой защиты вам не хватало, сверху можно было надеть вот эту сумку. Такой вот способ уберечь CD-чейнджер от повреждений. Многие другие автопроизводители просто крепят его сбоку и закрывают панелью, но здесь сумка и каркас. Ладно. Последняя интересная примечательная штука в багажнике — то, что он вообще-то на удивление большой. Определенно, он не огромный по каким-либо стандартам, но для такой маленькой машины, в таком спорткаре для пуристов, приятно наблюдать такое количество пространства, плюс здесь есть дополнительное углубление в полу. Определенно, можно поехать на ней в славную поездку на выходные, заточенные на вождение. Ладно. Хонда S2000. Оригинальная S2000. Уже прошло шесть лет с тех пор, как я снимал обычную S2000. Я снимал S2000CR пару лет назад, 18 месяцев назад. Но прошло уже много времени с тех пор, как я бывал в S2000 и водил обычные S2000 для обзора. И должен сказать, каждый раз, когда я сажусь в эту машину, она мне напоминает об одном и том же. И вот о чем. Если посмотреть на список величайших машин для водителей всех времен, и в нем не будет этой машины, то этот список составлял несерьезный человек. Эта машина заслуживает упоминания среди самых высоких эшелонов машин. Я сегодня ездил в своей карьере GT, и она невероятна. Потом я сел в эту машину и подумал, она не настолько уж прям и хуже. Очевидно, в карьере GT больше мощности и больше звука. Но в плане машины, чисто для водителя, то здесь много сделано правильно. Правильно, как в некоторых из самых лучших машин для водителя. Рулится совершенно фантастически. Прямо по-настоящему превосходно. На том же уровне точности, что и в новых спорткарах. Только чуть расплывчато по центру, но рулится невероятно линейно, и это предоставляет вам очень много контроля и заставляет чувствовать себя способным на многое. Управляемость невероятна. Одна из лучших, особенно за эту цену среди всех машин. Она едет точно, куда вы укажете. Она очень маленькая, юркая и захватывающая. В этом плане как Мята. Не скажу, лучше или хуже, на этот счет и так уже много споров, но скажу, что она быстрее. Сменяет направление так же быстро, как Мята, и поэтому эта машина в целом быстрее. И на секундочку давайте обсудим это. Когда эта машина вышла, люди жаловались на то, что чтобы получить доступ к мощности, вам нужно слишком много работать. И это так. Вам придется попотеть. Но как по мне, это стало частью веселья. Вы раскручиваете ее на полную и наслаждаетесь. В 2000-м, когда эта машина вышла, в эпоху V8 и подобных тачек, все было не так. Теперь у нас есть электромобили, трансмиссии с двойным сцеплением, мощность в машинах подается с легкостью, а здесь вам придется поработать. Это делает эту машину обворожительной. Она не похожа на другие машины той эпохи, она быстрая по современным стандартам, ну и по крайней мере в ней весело и увлекательно. Эта машина очень увлекательна. Вам нужно поработать для мощности, и это хорошо. Вы можете раскручивать этот двигатель, и звучит он, если честно, вполне хорошо. Это очень весело, и само собой у вас будет возможность переключать передачи. И здесь одна из лучших ситуаций с переключениями в истории. Идеально увесистый, шарик на ручке, фантастические переключения, вообще не расплывчато, идеально встает на передачи, при том, не чересчур тугой, с ним не нужно бороться, никаких странных выступов, как в некоторых машинах, отличное сцепление, ровно такое, какое должно быть, идеально мягкое. Ну, то есть, эта машина была спроектирована людьми, которые уделяли очень много внимания величайшим спорткарам, и они создали величайший спорткар. Добавьте к этому то, что она хорошо выглядит, она относительно надежная, она особо не дешевеет, и это кабриолет. То есть, вы сможете насладиться ездой без крыши, здесь есть все это. Неудивительно, что S2000 так востребованы даже спустя 25 лет, после своего выхода. Неудивительно, что они так хорошо сохраняют стоимость, неудивительно, что хорошие экземпляры сильно подорожали. Это ощущение, которое вы не везде испытаете, и превосходно, что здесь вы их можете испытать. Скажу еще, что в этой машине есть недостаток, в ней есть несколько недостатков, но если выбрать один, то я скажу, что это не самая особенная машина. Когда она только вышла, это было типа, вау, S2000, а теперь она вроде как смешалась с обыденностью. Никто не будет на них смотреть, на кассын кофе вы не привлечете внимания. Я бы не назвал ее прям чрезвычайно особенной или захватывающей машиной. Вы не будете психовать, если вдруг такую увидите на улице. Она отлично едет. Круто в ней посидеть, круто попереключать передачи и поускоряться. Но это не то, чтобы прям вау, нужно добавить эту машину в список очень-очень желанных и в результате, при том, насколько она хороша, мне кажется, она никогда не достигнет высот экзотических машин или даже заряженных версий обычных машин Z06 этого мира. С точки зрения езды, возможно, она лучше, но они много таких выпустили, их выпускали 10 лет, и эта машина не будет вызывать таких чувств, что типа, не могу поверить, что видел такую. И кого-то это, вероятно, огорчает, но, как по мне, в плане езды она одна из величайших. Каждый раз, когда сажусь в S2000, я об этом вспоминаю. Люблю эту машину. Итак, это оригинальная Honda S2000. Одна из крутейших машин своего времени, и она до сих пор остается фантастической спустя все эти годы. Люблю эту машину, всегда любил, и это большое удовольствие покататься в одной из них, и эту вы можете купить на Кассенбитс. А теперь пришло время оценить S2000 по шкале Дага. И вот шкала от Дага. 55 из 100, что размещает S2000 здесь, среди нескольких похожих машин. AP1 получает такую же оценку, как AP2, которую я обозревал несколько лет назад. И это логично, поскольку эти машины похожи. Есть между ними и различия, но их недостаточно, чтобы сместить оценку вверх или вниз. Но что бы вы не выбрали, AP1 или AP2, S2000 это фантастический спорткар с одними из лучших ощущений от вождения на все времена. И неудивительно, что он так хорошо сохраняет стоимость, и на него до сих пор есть такой спрос даже 25 лет после выхода. Перевел, озвучил Дима Экзосфера.